Порой мы кладем те или иные предметы в определенные места, но потом напрочь забываем о них и натыкаемся на них через несколько дней, недель или даже лет. Думаю, вы согласитесь, что найти забытый когда-то давно предмет – это очень приятное чувство, от которого мы даже можем проникнуться ностальгией. Безусловно, классно найти забытую или потерянную вещь даже в пределах собственной комнаты или квартиры, но еще круче. Найти какую-нибудь вещь поистине фундаментальную или историческую, которая до этого лежала в одиночестве на протяжении долгих лет. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о 10 самых необычных и невероятных находках. Погнали! Номер 1 Пожалуй, это самая крутая случайная находка в истории человечества. Оригинальная картина одного из величайших художников всех времен Микеланджело – Буано Ротти – провалялась 27 лет за диваном в одном из домов города Баффало. Она принадлежала подполковнику ВВС США Мартину Коберу, который всегда считал ее подделкой. В 2003 году Кобер решил установить авторство картины и написал письмо итальянскому искусствоведу и реставратору картин Антонио Форчеллино. После того, как Форчеллино посетил дом офицера и взглянул на картину, то, по собственному признанию, потерял дар речи. По его словам, картина оказалась совершеннее, чем те, что висят в Риме и Флоренции. Форчеллино установил, что полотно действительно принадлежит кисти Микеланджело. Инфракрасный анализ рисунка показал, что замысел художника менялся по ходу работы над картиной, а также выявил неокончательный фрагмент возле правого колена Деву Марии. По словам искусствоведа, незавершенность картины лишь подтверждает подлинность авторства Микеланджело. Форчеллино выявил, что картина была написана в 1545 году и попала в Штаты в конце 19 века. Стоимость полотна оценили в невероятные 300 миллионов долларов. Номер 2 Если у вас есть пожилые родственники, а у них в свою очередь есть гараж, которым они давно не пользуются, не поленитесь и загляните внутрь гаража, ведь кто знает, что вы там сможете найти. Может быть, ваши родственники в молодости коллекционировали арати... Кхм-кхм... Раритетные дорогие машины, но просто об этом никому не говорили. Кто знает? В 2018 году один парень случайно обнаружил в гараже своей бабушки итальянский суперкар Ламборгини и Кунтаж, выпущенный еще в 1981 году. Всего был выпущен 321 экземпляр, стоимость каждого из которых составляет 400-500 тысяч долларов. Но это еще не все. Рядом с Ламбо стоял раритетный Феррари 308. Стоит ли говорить о том, в каком шоке был парень? И почему же он раньше не наведывался на пирожки к своей бабушке? А теперь стал прям так хорошо к ней относиться. Обратно к истории. Оказалось, что первым владельцем Ламборгини был его дедушка. В 80-е он купил спорткары, рассчитывая открыть собственный бизнес по реализации эксклюзивных автомобилей. Но это ему не удалось из-за высоких страховых взносов. По этой причине машины так и остались стоять в гараже нетронутыми. Стоит сказать, что автомобили прекрасно сохранились, и после небольшой реставрации они снова могут покорять дороги. Кстати, вот пока записывал этот пункт, мне пришла одна песня в голову, но я не могу вспомнить название. Там было что-то... Может быть кто-то помнит. И со мной все в порядке, просто напишите название песни, если помните. Если у вас есть дача или загородный дом, то, вероятно, вам стоит как следует изучить сам задний двор. Ведь, как показывает практика, то можно найти самые невероятные объекты. В 2018 году житель английского города Милтсборо Крис Скотт проводил работы на заднем дворе своего дома. Во время работы он обнаружил некую дренажную крышку. Открыв ее вместе со своим соседом, Крис обнаружил под ней вход в бомбоубежище. Бункер был выполнен из бетона и имел две комнаты и аварийный выход. Внутри было много электрических приборов и разных выключателей. Или можно их назвать включателями также. В одной из комнат стоял большой стол, покрытый налетом. По словам Криса, данный бункер рассчитан примерно на 100 человек. Примечательно, что ранее соседи говорили ему, что где-то поблизости должен быть заброшенный бункер. Но Крис не придавал их словам особого значения. Теперь британец собирается перестроить бункер и использовать его в качестве винного погреба. Номер 4 Тунгусский метеорит – это гипотетическое тело кометного происхождения или часть разрушившегося космического тела, которое послужило причиной воздушного взрыва, произошедшего в районе реки Подкаменная Тунгуска. Столкновение метеорита с Землей произошло 30 июля 1908 года. Это событие до сих пор окутано тайной. Существует множество версий того, что именно произошло в тот день. Некоторые люди и вовсе считают, что никакого метеорита не было. Однако, недавняя находка приоткрыла завесу тайны данного феномена. Самый крупный осколок ядра Тунгусского метеорита случайно обнаружили в 2016 году в Красноярском крае. Более 30 лет он лежал в аквариуме в доме Лидии Коршуновой, учителя истории Зеленогорска. Зеленоватый камень весом в 110 килограмм нашел муж Лидии, однако не придал находке никакого значения. Проверить необычный камень женщина решила лишь в 2016. Оказалось, что находка имеет космическое происхождение и практически идентично осколкам, найденным при падении Тунгусского метеорита. Лидия сообщила, что уникальным осколком интересовались итальянские исследователи, которые предлагали за него 3 миллиона долларов. Однако Лидия отказалась продавать такой раритет, назвав его национальным достоянием. На данный момент исследование осколка все еще продолжается. После его окончания объект станет экспонатом музея и истории города Зеленогорска. Номер 5 Еще одна история про метеорит, которая, впрочем, сильно отличается от истории Лидии Коршуновой из Зеленогорска. Думаю, если бы метеорит был одушевленным существом, ему бы не понравилось, если бы его использовали в качестве подпорки для двери, после того, как он преодолел такой огромный путь до Земли через космос. Однако именно это делал фермер из Мичигана по имени Дэвид Мазурек. Мы не ослышались, он подпирал свою входную дверь куском настоящего метеорита в течение 30 лет. Примечательно, что в отличие от Лидии, с предыдущей истории Дэвид знал, что у него был кусок настоящего метеорита, однако он даже не мог себе представить, сколько он может стоить. Со слов предыдущего владельца фермы, метеорит массой более 10 килограмм упал на заднем дворе амбара. Еще в 1930-х Мазурек же купил ферму лишь в 1988 году. Тогда никому не пришло в голову оценить стоимость камня, и он просто перешел во владение нового хозяина вместе с землей. Впоследствии на протяжении 30 лет он служил подпоркой и ограничителем двери. Лишь в прошлом году, увидев по телевизору репортаж о метеоритах стоимостью в несколько тысяч долларов, Мазурек решил узнать, сколько стоит находящийся в его распоряжении камень. Он отнес кусок метеорита экспертам Центрального Мичиганского университета, которые сообщили ему, что его стоимость может составлять 100 тысяч долларов. По словам экспертов, изучение подобных метеоритов позволяет многое узнать об истории ранней Вселенной, из-за чего они высоко ценятся. В итоге фермер продал находку и пожертвовал 10% от прибыли университету в качестве благодарности за оказанную помощь. Номер 6. Антуан де Сент-Экзюпери был не только отличным писателем, подарившим миру шикарное произведение «Маленький принц», но и хорошим профессиональным летчиком. 31 июля 1944 года Сент-Экзюпери вылетел на разведывательную миссию, чтобы сфотографировать французское побережье, но так и не вернулся. Долгое время о его гибели не было известно. Все думали, что он развился в Альпах. Тем не менее, в 2004 году пролился свет на тайну гибели великого писателя. Сильно поврежденный самолет был найден на дне моря у берегов Марселя. Экспертиза показала, что его серийный номер совпадает с номером самолета, которым управлял Сент-Экзюпери. Обнаружение самолета положило конец всем спорам о том, что же произошло с Сент-Экзюпери. Номер 7. Когда инженеры и диспетчеры запускают ракеты в космос, они тщательно разрабатывают траекторию полета, чтобы убедиться, что они не упадут на населенные пункты в случае внештатной ситуации. То же самое касается ступеней ракет. Обычно ступени и другие части ракеты падают в море. Так, шанс случайно навредить кому-то будет крайне мал. Тем не менее, иногда не помогает и тщательное планирование, и ракеты падают на землю возле населенных пунктов. Так произошло в конце 2018 года, когда два охотника обнаружили в тайге разгонный блок ракеты «Союз». Свою находку они сняли на видео. По словам охотников, вечером они отдыхали в лесном домике и вдруг услышали странный шум. На сегодняшний день они отправились на охоту и заметили упавшие в болото обломки, которые приняли за части ракеты. Несмотря на то, что охотники немного испугались, что обломки могли быть радиоактивны или токсичны, они все равно не прекратили осмотр объекта. Позже выяснилось, что обломками оказался разгонный блок «Союза». Точное местоположение обломков не раскрывается по соображениям безопасности. Номер 8. Лунный зонд – это вещь невероятно ценная. А посему лучше ее никогда не терять. Тем не менее, иногда случается и такое. Зонд «Чандрайан-1» стал первым проектом Индийской организации космических исследований, который покинул орбиту Земли и отправился из учательной планеты. Его запустили к Луне в октябре 2008-го. Зонд проработал около года, но в августе 2009-го внезапно потерял связь с Центром управления полетов. Малый размер зонда и гравитационные аномалии существенно мешали команде НАСА в поисках аппарата. Но в конечном итоге ученые воспользовались тем, что «Чандрайан-1» вращался по полярной орбите, постоянно пролетая над южным и северным полюсом Луны. Наблюдая за северным полюсом Луны, на протяжении нескольких дней при помощи системы радиолокации и дальнейшей космической связи, ученые заметили, что примерно раз в два часа над полюсом пролетает некий небольшой объект. Наблюдая за ним на протяжении трех месяцев, специалисты НАСА подтвердили, что его орбита оставалась стабильной и что он действительно является тем самым индийским лунным зондом. Удивительно, что за 10 лет зонд не поменял свою орбиту. Конечно, оживить и вернуть его на Землю невозможно. Однако подобные поиски и наблюдения за другими космическими аппаратами и луноходами на поверхности спутника Земли позволят ученым устранять неполадки в будущем. Ну а в комменты напишите, что бы вы сделали, если бы нашли камень, который стоит 3 миллиона долларов, вернее, метеорит. Продали бы вы его, либо оставили бы себе, или отдали бы властям. А также, если вам было интересно, то с колена пробиваем кнопку лайка, подписываемся на канал и врубаем колокольчик, чтобы не пропустить все самое ядерное на нашем канале. Спасибо за просмотр, а также заоценивайте предыдущие выпуски. Продолжение следует...